Мы с вами разбираем раздел философии под названием «Онтология». Философию я определяю как деятельность, умственная деятельность по выяснению мировых законов. Поиск мировых закономерностей. Вот это философия. Филия – люблю, София – мудрость, закономерности, понимание закономерностей. Вот и философия – это поиск этих самых закономерностей. Без философии мир видится туманным, непонятным, в лучшем случае зазубренным, в худшем случае загадочным, мистическим. Философия помогает разобраться, что есть что. И один из центральных разделов философии – это раздел «Онтология», от греческого «онтос бытие». То есть мы сегодня с вами будем заниматься как раз тем, что есть, и как научиться отличать бытие от иллюзию, заблуждения, галлюцинации, фантазма, сновидения. Трипа какого-нибудь наркотического и так далее. Для того, чтобы мы научились своим умом вставлять определенные границы. Наш с вами план сегодняшний. Мы снова вернемся к вопросам мировоззрения, о котором в прошлый раз много говорили. Потом поговорим про материю. И напоследок самое интересное, мы гнемся в тему небытие. Все, что действительно существует, все, что действительно реально. Единственный термин объективный мы добавим, то есть неприменимый к субъекту, а всеобщие, объективные – это всеобщие. Противоположность объективного – субъективные. И здесь важно помнить, что субъект бывает коллективным еще, не только индивидуальным. И возрастным, половым, точнее гендерным, этническим бывает субъект, историческим бывает и прочее, прочее, прочее. Так что, то, что для молодежи нормально, для старперов совершенно вызывающим образом выглядит, как это так можно, для них, для всех. Так что, это субъективная реальность. Вот бытие – это объективная реальность, которую можно перепроверить, объяснить и так далее. Наука тоже исследует бытие, только называет его по-другому. Наука называет бытие материи, но к этому вернемся чуть попозже. Философия предполагает, что помимо материального измерения бытия, есть еще и духовное. Поэтому самый главный вопрос, что существует, а что кажется. Философия допускает, что мы можем анализировать даже то, что нематериально. Например, наши мысли, чувства, эмоции. Они нематериальны, хотя имеют материальный выхлоп. Это главный вопрос, которым мы с вами занимаемся. Что существует, а что кажется. Основной вопрос философии, сформулированный Карлом Марксом, что первично бытие или сознание. В прошлый раз уже про это говорил. Если переводить на современный лад, то мир материальный или мир духовный. Помните, мы говорили, дом или чертеж дома. Грубо говоря, духовный прообраз какой-то, мысленный прообраз первичен. Или реальные условия жизни первичны. Те, кто считают, что первичны реальные условия жизни, такого человека мы называем материалистом. Тот, кто считает, что некий прообраз, мысль, задумка первична, такого человека мы называем в России, называем такого человека идеалистом. На Западе это термин спиритуализм, от слова «спириту». Вот они, два термина. Вот, но еще третья позиция. Значит, существует ли мир? Да, существует, говорят материалисты и идеалисты. Для идеалиста первично идея или эйдос. Эйдос это по-гречески образ, картинка, на которую я посмотрел. Вот, значит, либо реальный мир, который ощутил я, и он уже заставляет меня что-то видеть, что-то не видеть. Это базовые мировоззрения. Два, ну потом еще третье мы к ним прибавим. Вот, значит, как мои студенты учат, Кирилл Михайлович заставляет объяснять оба базовых мировоззрения, поэтому нужно на все три. Потому что классическая история философии требует два мировоззрения, материализм или идеализм, но увидим третью возможность, которая вообще выходит из этой области, если я считаю, что мир не существует. Итак, вот то, о чем мы с вами говорили, про образ, он существует сам по себе. По учению Платона есть мир идей и мир вещей. Мир идей это настоящий мир, а наш с вами не настоящий. Никого из нас нет. Мы просто отражения какие-то идеальные, которые существуют в каком-то мире, из которого он в бесконечное количество миров, бесконечного мультиверсума проецируется. И вот мы здесь привыкли то, что мы видим в зеркале, то, что мы видим своими глазами, называть этим именем. На самом деле это очень грубое воплощение. В другом мире, например, я двухмерный, в третьем мире, например, с зеленой кожей, с чешуей, и так далее, и так далее, и так далее. И ни одно из этих проявлений, проявлений идей, не является цельным мной. Изначально определенный какой-то образ. Вот образ, например, вот более того, существуют еще сами по себе идеи, не только каких-то предметов, а абсолютно идеальные образы, например, справедливости, любви, красоты и так далее. Обратите внимание, мы можем любить разную музыку, разные жанры, но никто из нас не любит ту музыку, от которой ему становится плохо. Даже если он слушает какой-нибудь там грайнд, брутальный грайнд, корр, дед корр и так далее. Так что, говоря, любимая музыка, под любимым мы понимаем одно, то, что, как это воздействует на меня. Говорим, справедливое устройство общества. Тоже тысячи споров о том, как справедливо устроить общество. Но никто не будет думать, что справедливо, это когда меня бьют и ущемляют в чем-то. Вот Платон и Аристотель стоят у истоков западного именно идеализма. Платон больше повлиял на христианскую цивилизацию, а Аристотель больше повлиял на мусульманскую цивилизацию. Мусульманские богословы в эпохе расцвета ислама, они были весьма образованными, начитанными в Аристотеле и выражали зачастую мусульманское богословие вот в его не то что терминологии, а в его представлении мира. Например, аристотельское учение о неподвижном перводвигателе. Бог является источником движения. Поэтому все в мире колеблется от Бога, значит он абсолютно неподвижен. Все в мире движение является источником другого движения, другое движение является источником третьего движения, значит какое-то движение должно быть в начале всех мировых движений. Это говоря про идеи, про Эйдос. Поэтому вот это представление о том, что некое духовное предшествует материальному, мы называем идеализмом. Вторая точка зрения. Бытие это материя. А что такое материя? Номенитая фраза Карла Маркса, бытие определяет сознание, то есть мой материальный мир определяет то, как я живу. Вот фраза Ленина, на мой взгляд, очень емкая и удобная для того, чтобы понимать нам мир. Объективная реальность, данная нам в ощущение. Вот, то есть то, что мы действительно, несомненно, однозначно воспринимаем. Причем, обратите внимание, воспринимать мы можем как опосредованно, так и с помощью приборов. Ну и кроме того, мы не будем с вами на уровне 18 века говорить там о пяти чувствах человеческих. Сегодня психологи говорят о примерно около 22 сенсорных восприятийных способностях человек. Речь не о телепатии, а, например, о чувстве равновесия, о чувстве высоты, о чувстве замкнутого пространства и так далее, и так далее, и так далее. Один мой знакомый открыл радиоактивное месторождение на вкус. Когда проезжал по Монголии на УАЗике, ощутил, значит, на зубах металлический привкус. А это один из признаков радиоактивной среды. Так что наши чувства достаточно сложны, чем вот то, как мы привыкли к этому на уровне там школных, школьных учебников. И самое главное, хотя мы очень сильно различаемся, все мы на планете Homo sapiens sapiens. Поэтому ключевые чувства у нас разные. Нам всем нужно есть и не стекло, нам всем нужно спать и не стоя, а лежа, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому то, что укладывается в чувства всех людей, мы называем материя. В Симпсонах есть интересная серия, как строили супермаркет и на месте будущего строительства обнаружили скелет ангела с крыльями. Немедленно религиозный экстаз, люди делятся своими видениями, ощущениями, представлениями, немедленно лихорадка религиозная охватила всех. А в итоге оказывают, что этого ангела просто искусственно сделали для того, чтобы поднять всю эту волну, собственно говоря, хитрым образом сами строители будущего супермаркета. Так что объективная реальность это то, что дано всем. Но на вопрос всем, конечно, это очень-очень трудно ответить. Что зачастую, это что кажется. Наша самая главная, принципиальный вопрос. Итак, вторая позиция, то, к чему мы с вами подошли. Мир не существует. Либо вообще не существует, либо существует только мой собственный образ, либо есть только то, что я могу чувствами постичь. Видите, как много разных философских традиций агностицизма. А отрицание гнозис знания. То есть агностицизм буквально обозначает непознаваемость. Субъективный идеализм священника Джорджа Беркли утверждал, что у меня есть только мой собственный образ мира, который в моей личной голове, я не знаю, есть ли мир вне этого образа, но знать и не нужно, потому что этот образ для меня специально создал Господь Бог. Вот так вот он соединил. Дэвид Юн на вопрос, существует ли мир, отвечал, не знаю, потому что его самая знаменитая фраза, когда-то меня сподвигла заниматься философией. Он говорил, быть, значит быть в восприятии. Все, что мы видим, слышим, думаем, является результатом действия наших с вами чувств, а может быть эти чувства искусственные, а может на меня инопланетяне побрызгали какими-нибудь феромонами с баллончика, и мне теперь кажется, что я провожу занятия по философии, а на самом деле я сейчас голышом бегаю по ночному полю. И у меня вот такая галлюцинация. Я смотрю на потолок, какого он цвета белый, или ультрафиолетовый, или инфракрасный, я эти цвета тоже вижу белым. Мы видим 8 оттенков серого цвета, кошка видит 22, поэтому есть миф о том, что кошка видит в темноте. Не в темноте, просто для нас уже темнота, когда для нее еще сумерки. Вот это быть, значит быть в восприятии. Дэвид Юм, сенсуализм, от слова сенсов, чувство, то есть вместо нас есть только наши собственные чувства. Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона, Фрэнс Бэкон предлагал вообще не заморачиваться этими всеми вопросами, а делать только то, что приносит конкретный результат, то, что проверяемо на практике. Существует ли Бог? Зачем об этом нужно голову морочить себе и другим людям? Вот если ты помолился Богу и получил результат, значит Бог существует. В 90-е годы в Америке, в США проводился интересный эксперимент, очень большой, много очень денег на него потратили по поводу молитвы. То есть подсчитывали общее количество операций за какой-то длительный срок операции с положительным результатом в случае, если за пациента молились одинаковые операции и не молились. Вот этот эксперимент привел к тому, что разницы на самом деле не было. Общую погрешность, если вы выявляли, то не было в случае молитвы за определенных каких-то людей ни положительного, ни отрицательного результата. Поровну, в среднем, распределились операции над теми людьми, над которыми молились результативность и не молились. Вот и Бертран Рассел, собственно говоря, это уже к нему близко. Реализм отдельный. Значит, направление, призыв не заниматься теми вопросами, которые уводят нас в сторону от реальности. Если вопрос бытия Бога, существования духовного мира, инопланетян, рептилоидов и так далее, если этот вопрос для меня конкретно важен, то есть он как минимум влияет на мое настроение, занимайся им. А если это пустая абстракция, которая тебе мешает жить и радоваться, пошло это все прочее. Ну и, наконец, современные философы, постмодернисты, которые предполагают возможность менять точку зрения в зависимости от того, с кем я говорю, то ли я в школе, то ли я в каком-нибудь клубе, то ли я с собранием единомышленников, то есть, истинно, зависит от того, кто запрашивает и платит за это деньги. Вот такой релятивизм, как реле переключается. Или плюрализм, вот представление плюра, тут значит много по-гречески, то есть допустимость множественности одновременно точек зрения, включая взаимоисключающие. Вот это традиция агностицизма. Наш основной вопрос, что первично бытие или сознание, материя, все, что воспринимаем, что действует на органы чувств, выражением первого философа, материалиста Гальбаха, все ощутимое. Вот ее атрибуты, материи. Атрибут это неотъемлемое свойство. Материален ли предмет? Например, популярная в среде эзотерики фраза о том, что мысль материальна. Итак, значит, ну вот начнем с вами, вот они все перед вами, мы походу их разберем понемножечку. Итак, во-первых, пространство. Пространство это совокупность всех измерений. Или говоря более грубо, все, что можно измерить. Не обязательно линейкой. Может быть, счетчиком Гейгера радиоактивность. Может быть, этим амперометром. Может быть, каким-нибудь другим прибором. Вот все, что можно измерить конкретно, это все материальный предмет. Можем ли мы измерить силу мысли? Можем ли мы измерить мощь эмоций? Сложный вопрос на самом деле. Вот все, что мы измеряем, мы обращаем внимание на то, что все в пространстве не имеет конкретных каких-то границ, за которые все заканчивается. Хотя ученые сейчас условно договорились о том, чтобы считать условной системой координат силу скорость света, потому что она не меняется ни в какой среде. Но есть скорости, которые многократно выше скорости света. Выше скорости чего? Цвета. То есть, видите, мы условно договорились о той скорости, с которой сравниваем все остальные. Но так или иначе мы допускаем наличие, отсутствие какого-то ограничения. Хотя мы рассуждаем о четвертом измерении, искривлении, допустим, дополняем время теории относительно Стейнштейна. Но мы так мир не видим. Высоко, далеко, широко. Вот так работает наша голова. Мы пытаемся расширить границы восприятия с помощью фантазии, фантастики, науки, современных научных теорий, например, черных дыр и прочее. Но мы понимаем, что, в общем-то, это весьма сложно. Мы очень большим трудом доказываем эти вещи о четырехмерном пространстве тем людям, которые движим и здравым смыслом. Пространство находится повсюду, у него нет дыр. И оно подчинено определенным закономерностям. И оно вечно. Мы существуем столько же, сколько время. Вот это мы называем пространственными характеристиками предмета. Фредди Крюгер, например, или Дарт Вейдер. Существует или нет? Или Микки Маус. Или, например, успех. Успешный успех. Или, например, вечная жизнь. Или карма. Или бесконечная справедливость. Новый срок Владимира Путина. Время, если пространство это совокупность измерений, или еще одно из определений пространства протяженность повсюду, я его не понимаю это определение, поэтому не даю, и сейчас еще не забыл. То время я определяю как длительное существование предмета. Длительность существования. тот зарождение того момента, когда это уже не этот предмет, а какой-то другой. Мы это называем временем. И опять же, хотя современная физика нас пытается потихонечку приучить представлениями об ускорении времени, например, Тивен Хокинг, краткая история времени, о том, что время ускоряется, если приближается какой-то массивный космический объект, или при ускорении предмета близко к скорости света. Два однояйцевых близнеца абсолютно одинаковые. Один смотался на Марс туда-обратно со скоростью света, он летал месяц, а на Земле за это время прошло полгода. Его брат, родной близнец постарел на полгода, а он на месяц. Но так или иначе в быту мы нагружаем свое восприятие времени такими характеристиками, как дополнительными приборами. Эти новые нет, например, радиоактивность только с помощью ума, а не с помощью прибора. Но наше бытовое представление о времени линейно. Поэтому если человек в Азербайджане скажет мне через час, ну мы понимаем, что это через час по нашему времени и что не может быть такого, что у меня будет завтрашнение в Азербайджане задержится сегодняшний, наступит вчерашний или что он вообще сможет вернуться в прошлое время. То есть время идет определенным ходом, мы так его воспринимаем. Время это то, как предмет тема Дориана Грея, тема бессмертия. Помните Оскар Уальд портрет Дориана Грея? Как он победил свое старение? Он поменялся с портретом местами. Портрет менялся, а он не менялся. Поэтому он был в безвремене. Одна из самых интересных теорий машины времени это машина, например, которая просто вокруг своей оси вращается со скоростью света. И тот человек, который в этой машине находится, он стареет ровно настолько, насколько это, сколько времени он внутри машины. А снаружи проходит совершенно другое количество дней, месяцев, может быть, даже лет или столетий. Ну, а если мы фантазируем, мы еще выше скорости света будем вращаться, как Супермен вокруг Земли вращался с огромной скоростью и вернул вчерашний день. Вот это заставляет нас задуматься о таких вещах. Но, видите, я уже, опять же, мостик протянул в теорию относительности. Движение. Все процессы, ни один в мире процесс не может быть статичным. Все предметы двигаются, мысли двигаются, эмоции двигаются, но это движение не обязательно в пространстве. Вот в пространстве движения, которые мы измеряем линейку, это механическое движение, а более того еще движение химическое, например, движение молекул. Когда я растворяю сахар в воде, я могу размешать его ложечкой, а могу не размешать, что все равно немножечко раствориться. Это химическое движение молекул в химических реакциях. И более того, в каждой крупинке сахара на бешеной скорости вращается электрон вокруг орбиты ядра настолько быстро, что нам кажется, что сахарные крупинки твердые, хотя на самом деле мы прикасаемся к бешенон несущимся электронам на внешнем слое. И нам кажется, что он твердый от скорости этого движения. Мы его даже не замечаем как движение. Мы двигаемся биологически и в эту минуту двигаюсь к смерти. У меня растут волосы, ногти и прочее. Отшелушивается кожа. Это движение биологическое. И мы двигаемся психически, получаем новый опыт, новые жизненные травмы себе и другим людям. Мы что-то запоминаем, мы получаем какие-то страхи или наоборот мы их преодолеваем. То есть в нашей духовном нашем мире происходят определенные изменения. И в конце концов мы движемся социально. Как студент движется, когда спит на паре, он движется тем не менее к состоянию бакалавра. Как я возможно движусь к состоянию старика, а может быть я к нему не приближусь ни к концу. Никогда. Так что это наше движение. В философии движения понимается чрезвычайно разнообразно. Поэтому есть ли какой-то предмет, материален он или нет, существует или нет. Вот сразу спрашивайте, могу ли я его измерить раз. Применимы ли к нему временные характеристики два, и наблюдая за предметом, как он меняется. Если этот предмет статичен, как например религиозные образы, как например образы из пропаганды или идеологические какие-то образы, они статичны, неизменны, значит этого нет. Уже даже сам разговор про, например, условно говоря, про традиционные семейные ценности, вековечные, ненарушимые и так далее. Уже эта фраза обозначает, что этих ценностей нет. Потому что любые ценности эволюционируют, они меняются. И не всегда, кстати, в сторону развития прогрессивного, иногда не меняют в сторону дегенерацию, и становятся хуже, чем были когда-то в древности. Так что ценности нерушимых принципов нет. И представление о том, что всегда мужик был таким-то, таким-то, это уже фраза, предполагающая неправду. А термин отражение, это значит фиксация человеческим сознанием. То есть если люди это фиксируют, отражение в сознании человеческом, как в зеркале, а сознание это и есть отражение внешнего мира. Поэтому если предмет у людей каким-то образом вызывает определенное осознание, значит предмет есть, значит он материален. И еще материальные предметы организуются сами по себе. Они переходят ко все более сложным формам. Все более сложные формы распадаются на более простые, которые потом превращаются в еще более сложные формы. Все, что мы в мире видим, это все водород, когда-то взорвавшийся в результате суперконцентрации сингулярной точки. Этот большой взрыв разнес его по всему миру. И мы видим, что не только водород превратился во все остальные вещества таблицы Менделеева, даже те, которые мы еще не узнали, не познали, не изучили. Но некоторые из них еще часто сияют перед монитором, говорят о философии. И сам разговор о философии можно записать и проанализировать. Он тоже является определенной формой материи. Поэтому можно материю воспринимать очень пространно, очень широко. Ну и уровни материи. Что здесь новое в современной науке, современная философия, они очень, так сказать, сильно дружат друг с другом. Добавляется мета-уровень, о котором мы как раз с вами поговорим. Они различают чисто количественно. То есть мы с вами компьютеры, в которые вы смотрите, или телефон, руки, которыми вы держите, воздух, которыми мы дышим, это все макро-уровень. Макро по-гречески обозначает комплексный. Микро обозначает мелкий. То есть микром ниже этого мы не можем разделить его или очень много сил для этого нужно или практически никогда не разделяется это. Либо это поле, либо вещество. Макро это практически вся наша вселенная, в которой мы живем, наша бытовая, быходная вселенная. И мега-уровень мы тоже не можем видеть. Ни микро-уровень, ни мега-уровень. Мы, конечно, смотрим на небо, но мы видим картинку неба. И вы знаете, что вы видите те космические тела, которых, возможно, уже миллион лет как нет, а свет от них на нас продолжает лить. кванты светового поля частички еще пока летят и нашим глазным дном улавливаются. И такие вещи, как сознание, информация, какие-то образы медийные, рекламные, существуют ли они сами по себе? Тема фильма «Матрица». Итак, что же не существует? Это отсутствие знаков наличия. Одним из самых популярных изображений того, что нет, является черный квадрат Малевич. Первый вопрос, который мы задаем в этой области. Если бытие реально, объективно воздействует на человеческие чувства, отражается и самоорганизуется, то как быть с религиозными персонажами самых разных, начиная от самыми разными, начиная от каких-то поверий, суеверий, примет, обыкновений каких-то, типа там постучать по деревяшке или плюнуть три раза через плечо, какова физика, химическая природа этого, и заканчивая богом, ангелами и так далее. То есть, это серьезный вопрос. То, что нематериально, может оно существовать или не может. Если я допускаю существование нематериального предмета, то на каких правах тогда? То есть, я допускаю существование идеи как таковой, а какая она эта идея? Можно ли ее измерить, взвесить, куда-то положить в карман, записать на флешку и прочее. Так что, это сложный вопрос, который, опять же, нас разделяет на идеалистов, материалистов. Хотя, и есть такие, например, промежуточные фазы, значит, но по большому счету, например, язычники, только вот не нынешние неоязычники, а вот такие недобитые оставшиеся. Вот у них, в общем-то, этот вопрос не стоит. Но все люди, выросшие в постхристианском мире, у них эта тема для них весьма серьезная. Потому что я заболел, допустим. А почему я заболел? Карма или грех? Или исключительно физико-химическая природа моей какой-то болезни? То есть, могу ли я быть наказан за какое-то преступление, которое никто никогда нигде не видел? Это тема религиозной религии. Потому что, в одном случае, мы допускаем существование этого всего. В другом случае, мы отказываем ему. А что такое религия в нашем сегодняшнем мире? Это полтора миллиарда католиков. Это почти полтора миллиарда индусов. Это почти полтора миллиарда мусульман. Большая часть мира сегодня, это люди, для которых объект их религии вполне себе реальный. Поэтому, даже если мы с вами, допустим, просвещенные, как мы себя считаем, материалисты-скептики, то нам приходится жить в мире среди людей, для которых глаз, порча, Господь Бог, шариат, знамя ислама и прочие, являются совершенно реальными вещами. Следующий момент у фантазии. Причем фантазии бывают разные. Бывают индивидуальные, а бывают социальные. Бывают индивидуальные, но у тех людей, от которых зависит социальное бытие. Действительно ли человек достоин успеха? Если ты живешь в неуспешной жизни, если ты бедный, то ты совершил какую-то ошибку. То есть, быть счастливым, преуспевающим может каждый человек, если он только этому немножечко научится. Отдаст деньги какой-нибудь там, Блиновской, и поучаствует в ее марафоне. Действительно ли желание материальное? Вот, то есть, мы говорим о фантазиях, не только каких-то чудовищных, которые на меня влияют. Когда я посмотрел фильм с Фредди Крюгером, я несколько дней не мог спать. И с тех пор я его не пересматривал, потому что и так спать трудно, а еще будет этот гад воздействие. Так бывает надо страшные сны. Но ведь есть вещи и помимо снов, и помимо галлюцинации, помимо болезненного бреда, которые зачастую являются фантазией. В один какой-то момент я вдруг понял, когда копил деньги на машину, и я вдруг осознал, что так она мне не нужна. Это является для меня иллюзией, потому что я жил в маленьком городе, по которому можно ходить пешком или перемещаться на велосипеде. Значит, у меня не было семьи, которую нужно было возить там на природу. Я жил на острове, на котором невозможно было путешествовать на этой машине. И я обошелся велосипедом, а потом мотоциклом сэкономив очень много денег. Но когда-то у меня действительно этот образ был. То есть для меня реально я видел себя в машине, мне казалось, что я не смогу быть нормально, нормально существовать, если я эту фантазию свою не смогу осуществить. Воображение вещь обоюдоострая. С одной стороны, это то, что сделал обезьян людьми, заставив придумать орудия труда. А точнее, те орудия, которыми мы делаем орудия труда. Обезьяна зубами кусает палку, потыкает другую обезьяну во время какой-нибудь бойни, а потом бросит палку и уйдет. У нее не возникнет представления о том, что война еще раз будет снова, поэтому палку нужно с собой сохранить как минимум. И она в следующий раз снова будет эту палку делать. И уж тем более не догадается до палки, которой можно делать вторую палку. Так что это одна сторона фантазии. Другая сторона фантазии ужасы, страхи, кошмары, в мире которых мы живем. Представление о глобальном заговоре, представление, например, о каких-то правилах, которым мы не нужно соответствовать. Так что, опять же, мы говорим о том, можем ли мы это пропустить через силу материальности. Если мы говорим о развитии технологий, то все меньше и меньше остается, хотя виртуальная реальность очень сильно просила в своем развитии в сравнении, наверное, с началом 90-х годов, когда был мощнейший рывок, а потом был большой-большой просадок. И сейчас, по большому счету, она заново с одной стороны начинает развиваться, с другой стороны мощнейший рывок прошлого года в виде чата ГПТ, ну и других версий искусственного интеллекта. И если человек может в виртуальном мире совершать определенные какие-то действия, то может быть и он не такой уж и виртуальный. Тема фильма «Трон», фильма «Газонокосильчик», да хотя бы и «Матрицу», если мы возьмем. Человек в виртуальном мире получает по мордасам и по-настоящему чувствует боль. Если человек в состоянии сильной шизофрении, в каком-то из своих видений не испытывает удар, то у него реальная гематома через микросокращение кожи, он сам себе рвет стенки между сосудиками, у него возникает гематома на том месте, где ему показалось, что его ударили. Так может быть виртуальный мир на самом деле действительно есть. И вот те самые провода, те самые серверы, это является лишь для виртуального мира такой же основой, как атомы, молекулы и кванты является основой для нашего мира, который мы считаем реальным. А может быть вообще можно поселиться в виртуальном мире, оцифровать душу, которая не будет завязана с материальным телом. Тема призраков до спеха, тема фантазий позднего Виктора Пелевина, его нынешних современных рассказов, романов типа трансгуманизмы и так далее. Так что может быть вообще туда можно переселиться? Когда во время второго захода в Ирак американские солдаты проявляли чудовищные зверства по отношению к местному населению, их стали проверять психиатры, оказалось, что в силу экономии их тренировали на виртуальных тренажерах. Поэтому они не совсем воспринимают иракских, прошу прощения, афганских солдат как реальных людей. Они не видят разницу между персонажами в игре, где можно сохраниться, кровиночки подобрать и так далее. И вот реальным человеком из плоти, плоти крови, таком же, как я, с кровью и сукровицей, с детьми и родителями, который испытывает боль, усталость, трепет и так далее. Так что говоря об этих вещах, а где грань, например, и тот же самый Пелевин, например, если мы возьмем поколение П, в котором описана виртуальная реальность, создающая политику, влияющую на политическую деятельность людей, на их конкретный выбор, на избирательном участке, за которым следуют определенные денежные потоки в одну или в другую сторону, социальные какие-то гастрофы, увеличение или сокращение продолжительности жизни, конкретные заболевания и прочее. Так что это одна из самых интересных тем современной философии, это тема виртуальной реальности. Славон Жижик, славянский философ, неомарксист, очень подробно проанализировал фильм «Матрица», у него даже три книги вышло, очень интересных про «Матрицу». Вот, собственно, он и подал моду, так сказать, на исследование этого виртуального мира. Молодежь почти тотальной, чем моложе, тем сильнее сидит в мире компьютерных игр и идут по улице ребята по 8, по 9, по 10 лет и с отсутствующим взглядом, находясь в каком-то другом пространстве и на мире, обсуждают какие-нибудь комнаты, ключи, движения, боссов и так далее. Ну, средневековые католические проповедники просто обзавидовались бы перед современными инженерами, там, дата-сайентистами, какими-нибудь графиками компьютерными, которые смогли такую реальность нарисовать, которую им приходилось только словами в воображении туземцев создавать проповедуя Иисуса Христа. Ну, и, наконец, что же такое сама по себе информация? Вот эти сведения, поток данных, а может быть, он сам по себе существует? Вот этот самый сервер, который заполнен информацией, причем не просто информацией, а информацией о том, что такое информация, информация о том, как с этой информацией справляться. Представьте себе шкаф, который вдруг получил осознание, что он шкаф и знает, как относиться к вещам, которые лежат в нем. В чем тогда будет отличие этого шкафа от меня, кладущего в него носки? Вот эта тема, как правило, исследуется очень в мрачных тонах. Практически все футурологические исследования на эту тему мрачно окрашены и мгновенно выплескиваются в массовую культуру и только в декадантском, в негативном ключе. Терминаторы, различные другие разные фильмы на тему восставших машин, восставшего искусственного интеллекта. То есть, когда человек заглядывает в мир предоставленных прав этой самой машине, он не видит в ней места для себя. Вот в чем все дело. Так что, это опять же вопрос серьезный. Не являемся ли мы лишь определенными органами, которые помогают размножаться информационному миру? И когда я подключаю новый пакет интернета, когда я покупаю более мощный компьютер, может быть, это просто размножение. Мои клетки, может быть, точно так же себя ведут клетки моей кожи, когда восстанавливаются или когда просто увеличивается поверхность моего тела, когда растет ребенок. Может быть, то же самое. Может быть, эти самые клеточки ребенка, то есть, точно такие же, как я или как вы, которые думают о том, что они осуществляют какую-нибудь целенаправленную осознанную деятельность, а на самом деле это единая материя, которая нужна для сознания, для воплощения сознания моего растущего ребенка. Так что, может быть, такой же клеточкой являюсь я, покупающий более мощный компьютер с более быстрой оперативной памятью и более вместительным медчестером. Философия — это не идеология и не религия, которая дает ответы. Философия — это искусство задавать вопросы. Вопросы, которые подряд, которые вдохновляют. Одна из главных тем современной философии, которая анализирует масс-медиа, рекламу, паблик-релэйшнс, политтехнологии. Это тема симулякра. Ее разработал Жюль Делес, который не только разработал, а же проиллюстрировал ее вот этой самой фотографией. Симулякра — это копия, лишенная основания. Копия многократно копируемого предмета таким образом, что изначальный прообразок куда-то пропал. Представьте, вы взяли текст, отксерили его, оригинал выбросили, потом отксерили копию, выбросили первую копию, отксерили вторую копию, выбросили вторую, отксерили третью так, например, до 150-й. Вы отксерили 150-ю и сравниваете ее со 151-й. 151-я чуть более темная, чуть-чуть более мрачная, по большому счету, на 150-й уже ничего не разобрать. А что там было изначально-то написано? Вот общественные принципы, правила, условности, законы, все, что, в общем-то, мы называем здравым смыслом, ценностями, моралью, на самом деле, это, может быть, давным-давно не существует, мы просто привыкли их считать, считать важными. Как в Симпсонах есть эпизод, который, знаете, больше 30 лет снимается, и более 30 лет существует эта семья, и она никак не распадается. И однажды на вопрос «А что же удерживают семью Симпсона?» Шеф полиции ответил «Удерживает самая романтичная из всех причин инерция». Вот, может быть, действительно, эти все ценности и принципы не выдерживают основы, а раз они неудерживают, может быть, ими и манипулировать можно, в том числе и в политическом плане, если никаких ценностей нет, но есть мощные масс-медиа, возможность блокировать какие-нибудь соцсети, информационные ресурсы, чтобы невозможно было выйти на источник информации без ВПНа какого-нибудь, так, может быть, я и нарисую какую-нибудь тяпляп правдоподобную картину реальности, главное, чтобы people's how, чтобы купили продукт или проголосовали за какое-нибудь политическое событие и действительно поверили в что-то, если вообще никаких изначальных ценностей нет. То есть, мы с вами уже заглядываем на территорию этики. Вопрос отобой, есть ли что-то по ту сторону информационного пространства. Помним, что было во время коронавируса, когда все люди, грубо говоря, разделились на два основных лагеря. Один лагерь считал, что это страшная, чудовищная болезнь и от нее необходимо очень сильно уберегаться, потому что она убивает. Другой лагерь считал, что все выдумка, провокация, манипуляция и так далее. Но ни тот, ни другой лагерь в общем-то не воспринимал эту болезнь как грипп, достаточно сильный, но уж несравнимый даже с испанским гриппом по своему летальному характеру, с испанским гриппом столетней давности. Так что, грубо говоря, происходило бодание между двумя равнонереалистичными партиями. Сколько было страха, сколько было нервов, сколько было потери людей, в том числе на финансовом уровне. Вот этот самый электронный мир, виртуальный мир, мир картинок и хитрых манипуляторов, которые не про теорию заговора сейчас говорю, а про возможность человека создавать картины. Раньше человек создавал речевые картины, и они до сих пор мощны, очаровывают миллиарды людей. Это речевые картины религиозные. А сегодня люди научились обходить даже мимо и создавать образы, в которые ты попадаешь едва ткнув пальцем в смартфон. Поэтому тема того, что существует, а что мерещится, одна из самых главных для того, чтобы мы строили свое собственное мировоззрение и понимали правила существования в этом мире, если они вообще есть. мировоззрение мировоззрение мировоззрение